книга открытым оком тема священства том 3 вопрос 1108 как должны обращаться к священнику его жена и родственники просто по имени или с добавлением слова отец отвечает игнатий тихонович лапкин вот по одному только этому вопросу можно увидеть как мы связаны с привычками общепринятыми нормами поведения рассказывает одна женщина так простите вот по одному только этому вопросу можно увидеть как мы связаны привычками общепринятыми нормами поведения рассказывает одна женщина из обслуги правительственной дачи в Крыму, что когда там отдыхал Леонид Ильич Брежнев, которому она подносила блюда, то этикет был установлен им самим. Она каждый раз за каждой тарелкой обязана была пройтись по всем его званиям. Товарищ генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза, председатель Президиума Союза Советских Социалистических Республик, разрешите поставить перед вами ботвинью или борщ. Никаких сокращений генсек КПСС не допускалось, и никому это не казалось смешным. Может это ему требовалось для разогрева аппетита? Но ведь и у нас в церкви нисколько не лучше. Его Преосвященство, Преосвященнейший Владыка Антоний. Таким букетом слов пестрела неоднократно каждая страница газеты «Алтайская миссия». А сколько званий у римского папы? Полный титул его – викарий Иисуса Христа, преемник князя апостолов, верховный священник вселенской церкви, восточный патриарх, примас Италии, архиепископ и митрополит римской провинции, монарх Ватикана, его святейшее святейшество, первосвятителя римской церкви. Не покажется ли безбожником чрезвычайно круто? А для слуха правоверного католика это как раз. Не это ли святые мужи называли дымным надмением мира? К апостолам обращались только с одной приставкой «брат»? 2 Петра 3.15. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости написал вам». Православные священники в большинстве своем в духовном плане кастраты и евнухи. Они не проповедуют живое евангельское слово, сами не рождены свыше и никого не могут родить через проповедь, то есть они никакие не отцы, а просто требоисполнители, законно рукоположенные. А сколько надменностей в одежде, походке, отношении к людям, превозношения и чванства. Прочтите, что говорят об этом святые отцы в книге к истинному православию в главе о священстве. 1 Коринфянам 4.15. «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немало отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествование». Если по полной истине, то не только домашние, а и все должны бы называть священника по его имени с приставкой «брат». А слово «отец» вообще исключить из лексикона. Но на уровне глубокого подсознания все священники до единого, даже не умея об этом сказать, отлично чувствуют, сколь велико звание «отец». И как велика награда тому, через кого кто-то придет ко Христу. И они буквально вцепляются в это слово, воруют его смысл и очень хотят называться отцами. Евангелие от Матфея 23.9. «И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас отец, который на небесах». Несколько менее претензионно звучит слово «батюшка». В смысле руководитель, старший, хозяин, без добавления имени. Но матушки на это идут редко, чтобы называть просто по имени и отчеству, потому что если он не батюшка, то по логике вещей она и не матушка. Я был лично знаком с регентом в Новосибирском кафедральном соборе, которая млела от слова «матушка», каковой она не являлась. И она сумела таки уговорить епископа Гедеона, как последняя магиканша у Чехова. И он рукоположил ее совершенно бестолкового мужа, с которым никто, как с диаконом, не хотел служить. До этого и не требовалось. Его место было у поминального столика. Вовремя захватить самое вкусное, приносимое и унести в Алтай.